Мы вернулись, вы в прямом эфире. Вашему вниманию программа «Экоск» сегодня в нашей студии врач-психотерапевт, гипнотерапевт, мастер НЛП Сергей Гудков. Мы отвечаем на ваши вопросы, дорогие радиослушатели и телезрители. Мы прервались на вопросе после того, как тело отвечает на общение с подругой. Болит голова и болит спина. Что с этим делать? Болит голова и болит спина. Видимо, подруга цепляет что-то очень важное в этой женщине. Какую-то старую психотравму. Я думаю, что не подруга её создала. Скорее всего, она получила эту психотравму намного раньше, может быть, когда была очень-очень маленькой. Но, как обычно с психотравмой происходит, мы их успешно вытесняем, подавляем, и они потом у нас в течение жизни отыгрываются, накапливаются. Новый материал, чувств становится больше, энергии на то, чтобы справиться с ними уходит всё больше и больше. И очень часто вот с этими переживаниями наше тело справляется как? Для того, чтобы что-то не допустить, чтобы не выпустить, у нас возникает напряжение. Вот из телесной психотерапии. Даже известно, как возникают основные мышечные блоки на тех или иных уровнях. Вот, скорее всего, если болит голова, если болит спина, ну, метафорически, что такое голова? Что такое начало? Всех начал, компьютер наш. Да, то есть это проблемы с управлением, да, вот подруга напоминает ей, может быть, неосознанно, у нас же много коммуникаций приходит неосознанно, о том, что она чем-то, вот автор вопроса, не может своей жизнью управлять, и это вот настолько страшно признать, что там возникает много напряжения. Ну, и спина, спина, это как опора, да, которая держит всё тело, что она не может где-то там на себя опереться. То есть, возможно, это вопросы связаны с идентичностью. Я только предполагаю, я не вижу этого человека. Но если это болит, это, значит, вот серьёзные вопросы, тело реагирует, и что делать? Вот на самом деле хорошо, что есть эта подруга, которая является таким маркёром, да, поговорила, там что-то заболело. Здесь показана личная психотерапия. Можно, конечно, это через самогипноз, можно, конечно, пойти на какой-то массаж, чтобы снимать это напряжение. Но мы снимем напряжение на некоторое время в таком случае, просто механически. А вот этот паттерн, который сидит в голове, что вот что-то такое очень болезненное, что вновь и вновь будут появляться эти эмоции в подходящей ситуации. Не будет этой подруги, будет кто-то ещё, кто будет напоминать об этой психотравме. Опять тело будет напрягаться. То есть, это такая вот вечная гонка. Лучше всего добраться до источника, который там почему-то приносит боль, и от которого надо спасаться. Это личная психотерапия. Вот так. Быстрее всего. Да, некоторые люди, они не идут сразу к психотерапевту, они идут там в баню попариться с друзьями, посидеть как-то. Думаешь, ну вот тело же болит, и лечишь уже не причину, а следствие. Но для людей, которые предпочитают именно такой образ избавления от своих проблем, в нашем городе пройдёт скоро замечательное мероприятие. Это фестиваль, первый фестиваль в Якутске, массаж, который вы организовываете, проводите. И вот, может быть, для тех, кто хочет начать с тела, есть вот такая возможность это сделать, причём увидеть всех специалистов сразу, которые могут тебе помочь. Ну, не только массаж, там и телесная психотерапия тоже будет, и то, и другое, всё вокруг тела, да. Да, вот этой девушке, возможно, стоит попробовать прийти. В качестве первого шага, да. Да, в качестве первого шага. Ещё есть отличный вопрос. Женщина, 50, она говорит о том, что она не понимает, не слышит свои желания. Есть ли какие-то критерии, чтобы ей самой понять, она хочет отношений конкретно, у неё есть чувство конкретно к этому человеку, или она просто хочет отношений, чтобы ей остаться одна. Как понять себя саму, реально ли измениться в плане характера, чтобы перестать привлекать только мужчин, которые норовят тебе в жилетку поплакаться. Она мечтает о мужчине на порядок выше её, в плане интеллекта, финансов, житейской мудрости, хотя бы или на одном уровне. А судьба посылает слабых и неуверенных. Знаете, когда говорят про судьбу, я часто говорю, что это некий бессознательный фильтр, который осуществляет отбор людей, ситуаций, которые есть у человека. И тогда действительно кажется, что вот судьба такая. Ну, дело в том, что мужчины же разные есть, правильно? Каким-то образом она замечает систематически, отбирает именно этих, да, то есть это не судьба, это у него такой фильтр. Но, как говорил Юнг, то, что мы не осознаём, воспринимается нами как судьба. Вот так. То есть, конечно же, полезно поменять вот эти фильтры глубокие. Чаще всего это идёт из детства, потому что те примеры, которые мы видим в своей семье, они у нас оседают, и часто люди о них даже не задумываются, откажутся, что вот так и должно быть, что мама себя ведёт так, папа себя ведёт так. И только когда у человека накапливается куча проблем, только если вдруг возникает подходящая ситуация, человек готов решить, как много если, некоторые люди эти проблемы решают, эти фильтры меняют. Но принципиально поменять фильтры. И тогда сразу становится понятно, действительно ли я испытываю чувства, или просто уже настолько мне надоело быть одной. Вы знаете, это тоже один большой класс проблем в современной жизни, что люди ищут кого-то или чего-то для того, чтобы зацепиться, для того, чтобы скрыть собственную неполноценность. Когда человеку с собой плохо, приходится судорожно цепляться за кого-то ещё. А, хоть кто-то, лишь бы, лишь бы, давай я буду тебя спасать, или ты меня будешь спасать. А потом встречаются два невроза, хорошо, если не психоза, и начинают разыгрываться какие-то патологические циклы. То есть исправить эти фильтры и понять, что с ней внутри не так, почему она сама себя отвергает, считает какой-то не такой, выправится это отношение. Да, это не гарантирует, что у неё сразу появятся те отношения, которые ей подходят. Но, по крайней мере, она будет намного меньше вовлекаться во всякие неподходящие отношения, во всякие неподходящие ситуации. Да, одна, ну ладно, я с этим могу жить. А вот когда одна и с этим не могу жить, и вот тогда приходится делать всякие глупости. Вот так. Начинайте с себя. Спасибо. Да. Ещё есть вопрос, родители переживают, ребёнок 5 лет не ест первое, второе, вообще отказывается на отрезку, любит только сладкое конфеты, запрещаем, конечно, у ребёнка истерика. Я подумала, сначала нас заставляют есть в детстве, а потом нам пытаются как-то ограничить вот эту лишнюю еду. А так и есть. Тем не менее, пока 5 лет. Так и есть, конечно, все пищевые расстройства, опять же, родом из детства, когда, с одной стороны, выбивает вот эту телесную чувствительность, ну не то, что выбивает, а создаёт привычку игнорировать сигналы голода, игнорировать сигналы насыщения, что ребёнок не хочет его пичкать, давай ешь. Ребёнок, наоборот, хочет, а ему не дают, подожди, ещё время обеда не пришло. То есть, вот, человек учится тогда игнорировать сигналы, потому что какой смысл это чувствовать, всё равно будет не так, как я хочу. Это раз. Во-вторых, ребёнок хочет конфеты, его пытаются ограничить, ребёнок истерит, как-то себя ведёт. То есть, это и попытки понять, насколько родители способны проявить свою власть, это попытки раздвинуть границы своего влияния, то есть, это нормальное поведение для ребёнка, если мы берём это не только как пищевое поведение. И, конечно же, большой вопрос к родителям. Если они хотят, чтобы ребёнок питался правильно, тогда откуда у них конфеты, почему они в доступе для ребёнка и почему они считают, что маленький пятилетний ребёнок достаточно осознан, достаточно развит для того, чтобы сдержать свои вот эти импульсивные порывы. Они возлагают на неё просто, ну, такую невыполнимую задачу. Это маленький ребёнок, который живёт с её минутными желаниями, у которого куча всего происходит бессознательно, он хочет проверить и то, и всё. И, конечно же, родители играют в эту дурацкую игру, там, запрещают, ребёнок нарушают, они его наказывают, потом идёт раскаяние, зачем мы так жестоко наказали, на тебе конфетку, чтобы успокоиться. То есть здесь важно пересмотреть свои критерии, чего они хотят, какое питание будет правильным для них всех, потому что невозможно говорить ребёнку, ты вот ешь это, а мы будем есть вот это. Ребёнок будет есть или хотеть, так же, как родители, если запретят дома, как это бывает со школьниками, дома запрещают, тогда они едят в школе всякую гадость, мусорную еду, и вопрос всё равно встаёт. Просто какой-то протест просто, и всё, да? Такое протестное поведение, да. Я бы предпочёл, чтобы родители, во-первых, начали с себя в таких случаях, сами пересмотрели бы свой рацион, какие продукты должны быть, какие не должны. Вот. И пересмотреть отношения к еде. Когда, кого, чем, сколько кормить, заставлять, не заставлять. Ну, у пятилетнего ребёнка шансы ещё есть, что он опять вернётся к своим ощущениям. Если мы лет до 10 до 12, особенно, если будем как-то с девочками происходить, ну, ты посмотри на себя, на что с тобой. Начинаем оценивать тело. У ребёнка возникают комплексы, возникает куча-куча проблем. И потом вот эти расстройства пищевого поведения в подростковом возрасте обычно они тяготеют к энергетическому. Ну, к концу шкалы, когда люди отказываются от еды в более взрослом возрасте, где-то около 30 и после, это, наоборот, булимический спектр, когда начинается переедание. Ну, и так всю жизнь, к сожалению. Спасибо большое. Так интересно отвечаете. Слушала бы и слушала вас. Мужчина 40 лет, другая тема, бьёт сына, сыну 8, раздражает его сын, честно, он признаётся, но после жалеет о том, что не сдержался. Вообще, почему дети раздражают родителей? И ещё есть вопрос про то, как детей наказывать и наказывать ли. Просто я объединила, потому что не успеваю. Давайте я отвечу лучше на один вопрос более подробно. Раздражает. Это вопрос про ответственность. Не раздражает, а, я бы сказал так, мужчина раздражается, когда что-то замечает. Да? Поэтому опознать, что ему самому очень сильно в себе не нравится, что он хочет себе запретить, но видит это в ребёнке и что-то с этим сделать. То есть проблема не в ребёнке, проблема в нём. Это на личную психотерапию. Хорошо, что он осознаёт, что жестоко обращается с ребёнком. Вот так. Спасибо большое. У нас опять куча вопросов осталось, времени совсем не осталось. Сергей Владимирович, спасибо вам огромное. Ну что, проблемы с детьми? Гудкову. Проблемы в отношениях? Гудкову. Хотите себя загипнотизировать? Тоже туда же. Хотите узнать все секреты коммуникации с людьми на НЛП? Тоже к Сергею Владимировичу. Спасибо вам большое. Я вас рада видеть в нашей студии. Вам хорошего дня и отличного настроения, которое вы дарите, в общем-то, всем нам. Спасибо. Всем, кто был с нами, тоже спасибо за внимание. Субтитры сделал DimaTorzok